Красный и зелёный производится перекладка рулема. Вот видите, стрелочка отклоняется. Вот, нуля, то есть вот диаметральной плоскости судна. Либо налево, либо направо уборку. Цифры, это все в градусах, не даются. Всё очень просто, как на автомобиле. Это в 61-м году уже было. Перед рулевым расположен прибор, который называется компас. Компас предназначен для движения в ограниченную видимость, также в облазерных морских условиях. То есть, когда вот так вот визуально мы навигационной обстановки не видим, ориентироваться нам нечем, рулевой уже непосредственно смотрит только в компас и выдерживает определенные заданные курсы, которые ему задают. Вот это навигационная карта, атлас. По всем районам плавания у нас есть такие атласы. Здесь имеется полностью вся информация по данному району плавания. Вся навигационная обстановка, наш судовой ход, в котором мы движемся. Все глубины на данном участке, какие-либо острова, населенные пункты, то есть полностью вся информация. Вот это спутниковый прибор GPS. Вот я, конечно, не успел зарядить на фотоаппарате. Это редкие кадры, так не снимешь теплоход. С воды только. Да. Жалко, ладно. Это моя ошибочка. До свидания. Витя, помаши рукой. Миша, помаши рукой. 61-й, ты говоришь? Да, его построили в 61-м. Они за ним следят. Большинство теплоходов уже по 40 лет начинают. Вот боссман работает парень. Вот с короткой стрижкой выше боссмана. Суперфок? Вот, да, который повыше. Счастливо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok